Скажите, пожалуйста, почему, как только Россия заключилась к антитеррористической операции в Сирии, появились результаты этой операции? При этом контингент Североатлантического Союза долго никак не мог... Что-то они там летали, что-то намерили, но абсолютно безрезультативно. С чем связана такая разница в результатах? И мне кажется, что там бенефициары этой ситуации террористической активности вот в этом регионе, они примерно те же самые, что те, что вводятся с ней же. Или это немножко теоризация? Ну, там нет Североатлантического Союза сразу, уточним. Там есть коалиции, которые создали Соединенные Штаты, она не имеет отношения, организационного отношения к структурам НАТО. Наша оценка того, что происходило после объявления о начале такой антитеррористической операции в августе 2014 года, основывается на наших наблюдениях за тем, каковы конкретные результаты. И результатов мало, если не сказать, их совсем нет, кроме того, что ИГИЛ за этот период расширил территории, которые он контролирует. Да, были определенные тактические успехи, когда пару городов в Ираке удалось отбить у ИГИЛ, но в общем и целом свои территории ИГИЛ расширила и укрепила, создавая там, ну, по сути дела, квази-государство, она не зря выбрала такое название, пытаясь, не только пытаясь, а и достигая результатов в организации повседневной жизни, предоставлении населению услуг. Да, это действительно факт, но при этом насаждаются жесточайшие порядки, которые дискриминируют любых иноверцев, не говоря уже о христианах, но и внутри ислама те, кто отвергает такие абсолютно радикальные, экстремистские, бесчеловечные постулаты, которыми ИГИЛ и созданные ей структуры руководствуются на этих землях, они подвергаются гонениям, а очень часто и просто их казнят. Беда Соединенных Штатов и коалиции, которую они создали, заключалась в том, что да, они объявили, что коалиция создается исключительно для борьбы с ИГИЛ и прочими террористами, что она не будет вести каких-либо военных действий против сирийской армии, и практика показывает, что они этого слова не нарушили, но их удары по позициям террористов и анализ этих ударов на протяжении больше, чем одного года позволяют сделать вывод, что били они избирательно, щадяще, я бы сказал, и в большинстве случаев не трогали те подразделения ИГИЛ, которые могли всерьез потеснить сирийскую армию. Достаточно такая опасная игра, она уж точно двусмысленная, точно не дающая какого-то представления о том, чего же хотят Соединенные Штаты. Видимо, из той серии, знаете, и хочется и колется, хочется, чтобы и ИГИЛ как можно быстрее ослабил Асада, чтобы он ушел тем или иным образом, но одновременно не хочется и ИГИЛ слишком укреплять, потому что ИГИЛ после этого может захватить власть. И вот эта половинчатость, эта нерешительность, сидение на двух стульях, конечно же, серьезно ослабляла перспективы того, что Сирия останется светским государством, что в Сирии будут обеспечены права и гарантированы права всех этнических, конфессиональных групп, и что вообще Сирия сможет сохранить вот ту цивилизационную культуру, которую она создавала и которая создавалась на территории Сирии и мусульманами, и христианами, и другими религиями, другими народами. И ИГИЛ очень опасно стал развивать свои наступательные действия, и он уже практически подходил к Дамаску, и в этой ситуации законное сирийское правительство в лице президента Ассада обратилось к нам с просьбой оказать военную помощь ударами с воздуха сирийской армии, что мы и сделали. И, наверное, потому что мы делаем это последовательно, и не делим террористов на тех, которые могут какие-то помочь, тактические задачи решить в надежде на то, что с ними потом разберемся, а бьем по всем, кто так или иначе исповедует и проповедует террористическую идеологию. Я думаю, что вот эти все стенания, которые мы слышим о том, что Россия бьет не туда, что Россия наносит ущерб умеренной оппозиции, они все проистекают из той двусмысленности, которая лежит в основе деятельности коалиции. Есть желание и вроде бы террористам не дать разгуляться, но в тех случаях, когда террористы могут ослабить режим, этому не препятствовать. Вот оттуда и все эти разговоры и голословные обвинения в том, что мы чуть ли не нарушаем все законы ведения войны и бьем по мирным житиям. Благодарю вас. Спасибо.